Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами поговорим о шести книгах по историческому костюму. Книги рассказывают о 17, 18, 19 и 20 веке. Это совместная работа издательства Thames & Hudson и музея Виктории и Альберта. Поэтому все изделия, которые здесь представлены, они представлены на основе реальных изделий, которые хранятся в музее. Проделана просто фантастическая работа, потому что помимо того, что мы можем увидеть с вами фотографии, здесь еще разобрана и техника исполнения, и сделаны лекала. Начнем мы с первой книги. Это книга по 17 веку по женской одежде. И в ней разобраны изделия того времени, как их сделать. Все, конечно же, начинается с описания. Даны фотографии, даны техники исполнения. Здесь вот прекрасные картины, да, как это было тогда, зачем это делалось. Здесь потом техника исполнения. Например, здесь есть одно трикотажное изделие, поэтому рассказано, как вязать, как выполнять какие-либо стежки, как делать вышивку. Все здесь разобрано. После этого дана фотография. Детальные фото каждого элемента, который нам будет нужен. И уже потом дана выкройка лекала, и при том на нем нанесен в пропорциях узор вышивки. То есть здесь, как видите, есть сетка, и по этой сетке можно эти лекалы увеличить и пошить свое изделие. Соответственно, для тех, кто занимается историческим костюмом, кто занимается планированием, возможно, каких-то спектаклей, театральных костюмов, или просто увлекается данной темой, здесь проделана колоссальная работа, и она очень облегчит вам жизнь и, соответственно, подход к тому, как эти исторические костюмы создавались, как они выглядели и что у них внутри. Для того, чтобы не навредить костюму, который хранится в музее, его детально изучили. И еще делали дополнительно рентгеновские снимки, на которых видно количество слоев, количество сложений, что внутри. Вот смотрите. То есть для того, чтобы понять, как это все располагается, сделали рентгеновские снимки, и по ним можно оценить, а как же данное изделие собрано внутри, какие у него припуски, какие у него швы, где оно простегано, где какие косточки используются. Вот это пример трикотажной туники, и вот здесь это тоже трикотаж. Показано, рассказано, даны все узоры, все обработки, как они состыкованы. И на лекалах полностью раскладка с жаккардовым узором, прям по петелькам можно все это сделать. В реальных пропорциях, соответственно, выкройки. То есть можно прям брать и создавать аналог. Кружева, плетение кружевов тоже здесь разобрано. Показана прекрасная сорочка и как эти кружева на ней располагались. Раньше кружева все были ручными, и поэтому ценились они практически на вес золота. Соответственно, это очень дорогая, кропотливая, тонкая работа. И еще вышивка. Тоже детально можно все посмотреть, изучить. Перчатки, как они собраны внутри, какие у них швы и так далее. Это первый том. В один том все не влезло, поэтому в два. Это второй том. А здесь разобраны еще несколько изделий. Если я не ошибаюсь, то 12. Но уже более позднего времени. То есть это первая половина 17 века, здесь уже вторая. Тоже, видите, показаны все швы, которые использовали, как они применялись. Все здесь это есть. Показаны фотографии, исторические картины. По которым можно оценить, какие гобелены, как это выглядит все изнутри. И вот дано большое количество выкроек. Все разобрано. Пуговки, как они смотрятся. Как была соткана данная ткань, соответственно, тоже разобрана. исторические все моменты здесь учтены и можно все это оценить. Вышивка. Как эта вышивка располагается, как простегивается корсет. Детально все-все-все по шагам мы здесь видим. Прекрасный корсет лососевого цвета с бантами. Вот показано, как в нем распределяются косточки, как они крепятся. Все здесь сделано. Виды костей, виды узоров, воротнички, как они простеганы для того, чтобы он стоял и держал форму. Кружево со схемами плетения тоже здесь присутствует. Книжка большая, объемная. Каждую страницу можно разглядывать очень долго, очень пристально. Смотрите, приемы плетения, какие были поиски и так далее. Здесь тоже все представлены. Шляпа с размером. Башмачки. Видно все, какие клепочки сделаны, где что применяется. И еще башмачки. Тоже вся вышивка, которая тут есть, вся разобрана. Это 17 век. Две книжки, посвященные женскому костюму. Том-1 и том-2. И есть еще книжка по 17 веку, посвященная мужскому костюму. Тоже издательство. И тоже при участии музея Виктории и Альберта, где хранятся эти прекрасные образцы. Здесь уже видно, что вот они все 12 изделий, которые здесь разобраны. Так же все дается с описания, с названия, деталей, как это все происходило. С картинами того времени, чтобы можно было оценить, насколько это все присутствовало в жизни и как это выглядело. Есть исторические ремарки. И уже присутствует такой же детальный разбор, как и в предыдущих двух книгах. Соответственно, тоже с лекалами, со схемами выкроек. Для того, чтобы человек смог воссоздать похожего рода изделия. Каждое изделие очень подробно разобрано. Показаны поэтапные схемы его создания. Вот, смотрите, очаровательные мужские панталоны. Здесь тоже все показано, как они создавались и как все производилось. Для любителей 17 века данная книжка и данные книжки все три станут прекрасным наполнением и дополнением вашей коллекции. Соответственно, 17 век, мужские лекала и двое женских. Еще три книги, посвященные также историческому костюму. Это 18, 19 и 20 века. Давайте мы посмотрим их все детально. 18 век. Здесь книжка построена немножко по другой структуре. Описаны приемы какие-то, которые применялись в костюме. Во-первых, разобран 18 век по эпохам, как делалась одежда, как делались декорации. И вот здесь, например, первое начинается со складок. Показаны, как эти складки выглядят и, соответственно, как они применялись. Как складки выглядят и как они применялись. Соответственно, вот сзади на шлейфах. То есть здесь немножко по-другому сформированы тематические блоки. Но тоже очень удобно и можно посмотреть какие-то исторические детали. То есть они показаны крупно, расписаны с каких годов, кто делал и когда. И дан технический рисунок для того, чтобы можно было четко понять, как и где это использовалось. Все платья подобраны. Теперь воротнички, манжеты и кармашки. Вот детально мы видим, как оформлялся воротничок, на каком камзоле он был, на каком платье он использовался. То есть не просто какая-то отдельно взятая деталь, а ее применение в цельном образе. То есть если у нас манжет, то мы понимаем, какому платью данный манжет применялся. И далее еще манжеты. Это уже мужские. Вышивка и обработка карманов. Это у нас идет с вами стежка и вышивка. Смотрите, какие прекрасные вещи и в то время это все делалось руками кружева. Можно посмотреть и изучить, что есть. Что? Смотрите, какие прекрасные узоры сделаны. И еще полный отдел, посвященный вышивке. Вышивке в то время, а это 18 век посвящалось большое внимание. И здесь в этой книжке можно это оценить в полной мере, потому что очень качественные фотографии. можно увидеть, как сделана вышивка, какими элементами, где эта вышивка, соответственно, применялась. И вот еще, смотрите, элементы декора. Полный 18 век в своем великолепии. Вышивка бисером. Если посмотреть поближе, то можно очень детально разглядеть каждую бисеринку. Бантики, завязочки, оборочки, как оформлялись юбки, как это все сочеталось между собой. Смотрите, какие богатые были рукава. Застежки и пуговицы. Также были меха, перья и другая отделка. Вот они употребляются в шляпке. Это вот книжка по 18 веку. Такая же книжка по 19 веку. Сделана точно в такой же стилистике. В ней собраны детали по темам. Соответственно, вот здесь видите конструктивные особенности. Как во времена 19 века, какие были периоды, на что стоит обратить внимание. Историческая справка. Вот они, смотрите, конструктивные особенности. Какая мода была в то время и на что обращали внимание. Где был объем, где утягивали, как оформляли. А после этого уже будет более детальный разбор различных элементов. Смотрите, какая работа с перьями. Еще прелесть этих книг в том, что, несмотря на то, что это музейные экспонаты и они находятся в музее, не все из них представлены к постоянному обозрению. Даже если вы попадете, например, в Англию и захотите посетить музей Виктория Альберта, то нет гарантии того, что вы сможете увидеть эти изделия. Потому что они могут находиться в запасниках музея в данный момент, на другой выставке. Поэтому то, что здесь они детально сфотографированы, вы можете посмотреть, оценить, как они смотрятся со всех сторон. Даны их описания, даны стишки, которые можно увидеть и посмотреть, как наложены. Это очень много. Здесь большая часть посвящена мужской моде, как вы видите. И жилетки, и пиджаки, и брюки. Так, поехали дальше. Каждый элемент сопровождается техническим эскизом для того, чтобы было более наглядно и понятно, откуда этот элемент, как он применялся и зачем он использовался. То есть, если показаны какие-то техники, здесь вы сможете увидеть, как эта техника применялась соответственно на изделии. То есть, прекрасная птица с перьями, это были вот такие великолепные веера. Здесь же использование вышивки, разнообразные пуговицы, корсеты, как они оформлялись и что с ними было. Турнюры, верхнее манто. Появляется принтованная ткань и здесь показаны, какие были принты в то время. Конечно же, это не только само начало принтования, но здесь его стали больше использовать в жизни. Вот можно это все посмотреть и увидеть. То есть, если до этого много вышивали, то здесь уже многие ткани стали принтованными. Смотрите, какие прекрасные мандарины, я так думаю. И вышивка, вышивка никуда не ушла, как обрабатываются у нас воротники. Вышивка, то что мы сейчас классически видим на полу, видите, это еще в 19 веке она таким образом использовалась. Вышивка по подолу, по всему изделию с использованием полудрагоценных камней. Это бирюза. Разнообразная вышивка по низу изделия на воротниках. Полностью вышитые, посмотрите, шикарная какая мантия. И, конечно же, застежки, как оформлялись. И вот это просто простор для деятельности, для фантазии. Можно подсмотреть какие-то элементы, которые уже были придуманы до нас. И исторические фрагменты, которые можно перенимать и частично применять к современным изделиям. Конечно же, не все, но какие-то элементы могут быть. Как делались турниры, корсеты. Все здесь описано, и вы можете этим воспользоваться. Кстати, смотрите, какой очаровательный носочек. И на нем даже пальчики отдельно все вырезаны. И еще элементы. Здесь у нас с вами и воротники, и обработка манжетов. И, конечно же, кармашки будут. Все эти элементы. Вот, смотрите, там открытый срез оставался. Карман застегивался. Сверху еще дополнительно закрывался. Как оформлялись воротнички, перчатки. Как на них напринтовывались. И ботиночки. Дополнительные локоны. Шляпки. Это у нас XIX век. И теперь переходим к XX. XX век будет лучше знаком, потому что во многих институтах, да и вообще мы часто говорим с вами про великих кочерьек, которые у нас на слуху. Это может быть и Поль Пуаре, или Эльза Скяпорре, или Диор, Шанель и многие другие. Здесь в этой книжке вы с ними встретитесь. И тоже их изделия разобраны. К каждому изделию написано, какого оно года, для чего, например, вот это вот свадебное платье, да, кем оно создано. Все описание здесь дано. Такая вот историческая справка. Прекрасная кружева. Достаточно простые уже и лаконичные силуэты на фоне XVIII и XIX века. Более приближенные к современным элементам. Разнообразные складки, буфы и защипы. Это мы уже с вами видим в 1909 год. Смотрите, розы собранные, да, складочки, плисе и буфы. Очень современно смотрится. Тоже вышивка, роспись, плисе. Поестам. Обработка воротничков. Самая разнообразная. Жабо. Мантии. Уже более современные блузки. И чем дальше мы идем по книге, тем более современные. 1960-й уже год пошел. То есть все ближе и ближе к веку XXI. Это вот прекрасные пуговицы от Эльзы Скиапорелли. Сейчас мы до них дойдем. Вот, пожалуйста. Видно, какой формы был жакет и как это было все оформлено. Смотрите, какие очаровательные пчелки в виде пуговичек. Все здесь это разобрано. Что-то смотрится уже более современно и более привычно. какие-то вещи все-таки мы понимаем, что уже немножечко устарели. И мода того времени. Вышивки. При этом с самыми разнообразными пайетками, бисером и так далее. Как это применяется. Детально данной вышивки и показано на каком силуэте они применялись. Здесь, кстати, разные года. Если это, например, 1977 год, то это 1925. То есть разные части века. А когда одежду разделяют 50 лет, это, конечно же, заметно. И дополнительные декорации. Вы смотрите, прекрасная вышивка перьями. Это 60-е годы. Легкие складочки, оборочки и так далее. Далее тоже вышивки. И разнообразные декоративные элементы. Вот это смотрится уже совсем современно. Это уже 90-е годы. Вот такие книжки. Обязательно пишите, какая вам понравилась больше всего. Подписывайтесь на канал. И будет еще очень много всего интересного. До скорых встреч. Пока-пока.